В САКах завершилась внеочередная сессия городского совета. На ней выбирали нового главу администрации. Напомню, что по итогам конкурса на эту должность претендовали два кандидата. Подробности у нашего корреспондента Дарьи Шариповой. Она на прямой связи со студией. Даша, кто стал новым градоначальником? Да, коллеги, только что завершилась сессия САКского городского совета, на котором главным вопросом стало назначение нового главы администрации. Депутаты единогласно выбрали Александра Авдиенко. Он сейчас находится рядом со мной. Здравствуйте, Александр. Расскажите, пожалуйста, на что вы делали акцент в своей программе по развитию города? Прежде всего, это завершение того начатого строительства, которое сейчас заполонило, по сути, пол города. Это улица курортная, это разделительная дамба, это две набережные, это другие улицы. То есть это делает несколько дискомфортным пребывание и гостей, и самих жителей. Стройки грандиозные, их надо завершить. Есть проблемные участки, проблемные вопросы, но нерешаемых вопросов нет. Кроме того, главным акцентом являются те чаяния, которые просят жители. Это курортный парк, который необходимо провести в порядок. Это благоустройство дворов, домов, прилегающих территорий. Это наши улицы, наш асфальт, это школы, которые нуждаются в дополнительном внимании. Все эти вопросы, ответы на все эти вопросы будут даны моими действиями в моей программе. Вы занимали эту должность на протяжении последнего месяца в качестве исполняющего обязанности. Завтра начнется ваш первый рабочий день, по сути, в качестве уже главы. Скажите, пожалуйста, на какие вопросы вы в первую очередь обратите внимание? Ну, распоряжение номер один, как говорится, оно, проект распоряжения номер один, оно уже подготовлено. Администрация переходит на режим работы с 8 утра. До этого администрация работала с 9 утра. Я считаю, если труженики на работу идут к 8, больницы, детские сады, школы с 8, значит и власть должна работать с 8. Но на самом деле мы рабочий день начинаем гораздо раньше. Я лично в 6 утра уже на работе, большинство моих подчиненных в 6, 37, 00 уже начинают действовать. То есть первый главный вопрос – это чистота и порядок в городе. Есть с этим проблема, прежде всего, во дворах. Есть вопросы даже к самим жителям, избирателям нашим. Но есть определенные договоренности, определенные надежды. Мы вместе сообща эти вопросы будем решать. Сегодня на сессии депутаты задавали вопросы по поводу должности заместителя главы. И вы ответили, что он останется прежним. И хотелось бы узнать, будут ли вообще какие-то кадровые перестановки. И может вы захотите взять к себе в команду кого-нибудь из конкурентов. Тем более один из них, Тимур Асанов, сегодня подтвердил, что готов работать с вами. Может возьмете его к себе? Тимур Асанов хороший специалист, молодой человек, имеет достаточно большой потенциал. Он, безусловно, останется на своем рабочем месте и он находится на нем. Как говорится, кто не без греха. То есть вопросы к нему есть, но у него есть еще и время для того, чтобы исправить собственные ошибки. Все мои заместители остаются на рабочих местах. На переправе коней не меняют. У меня есть к ним дополнительные вопросы. Эти вопросы, мои требования знают. Требования самые такие жесткие. Они с ними согласились. Поэтому пока все остаются на рабочих местах. Среднее звено. Безусловно, будут ротации. Безусловно, будут изменения. Посоветую с депутатским корпусом, депутатами городского совета. Какие отделы управления необходимо переформатировать. Есть задвоение функций, есть функции, которые брошены. То есть это вопрос перспективы. Но в течение ближайшего месяца мы все это переформатируем и приведем в порядок. Спасибо большое за ваши ответы. Еще раз вам желаем удачи на новом посту. А я добавлю, что Александр Авдиенко будет занимать эту должность 5 лет. И за это время он может как раз решить реализовать программу развития города Саки. На этом у меня пока все. Передаю слово вам. Спасибо, Даша. На связи со студией была наш корреспондент Дарья Шарипова.